По поводу заявлений Пескова. Вот вчера Великобритания сообщила, что поставляют нам ракеты большой дальности и говорит Песков, что Кремль требует адекватного ответа, точнее они требуют адекватного ответа, чтобы действительно он случился, какой это ответ никто не знает, какие это уже по счету красные линии, но он также подчеркнул, что Кремль весьма негативно отнесся к этим поставкам. Что мы можем ожидать или уже по сути они должны ожидать? Они должны ожидать, что ракеты Этакамс, которые я не исключаю, что тоже уже у украинской армии есть, и вот эти новые английские Storm Shadow, я думаю, что они достанут конкретные объекты в Крыму, причем карту каких объектов и где доставать мы уже видели дней пять назад, ее кто-то опубликовал, не помню какое издание, Но они, значит, сделали вид, что это мы хотим предупредить местных жителей, чтобы вы, ребята, держались от этих объектов подальше, потому что по ним можно трактовать, а можно трактовать как прямой, так сказать, список легитимных мишеней. Я бы это так трактовал, поэтому я жду... Смотрите, сейчас вот по моим ощущениям наступление украинское началось, но видите, вот, так сказать, такое сухопутное, не тратя вот эти вот супер дорогие крутые вооружения, да? И вот поэтому я не исключаю, что вот под Бахмутом и где еще сейчас идет, это отвлекающие маневры. Вот я не исключаю. Но будет очень забавно, если отвлекающий маневр вдруг приведет к обвалу фронта в этом месте, если действительно там и Вагнер, и эта 72-я бригада, и все там на свете вместе побегут, и типа, я представляю, сидит украинское командование, говорит, ребят, да мы вообще не собирались здесь побеждать, а оно вот так вот там бежит, и отвлекающий маневр превращается в прекрасное наступление, дай бог. А наступление на Белгород вы верите, потому что многие сейчас тоже панику? Я слышала от военных экспертов, что мы можем по флангам зайти, чтобы зайти в Луганскую область через территорию России. Нет-нет, это вот, ну, как бы, все-таки это российская пропаганда. Им нужно сплачивать народ, нужно пугать народ, что, так сказать, Украина всерьез собирается там бить, атаковать Россию. На это все всегда надо говорить. Если и прилетит, то только на военный объект или на базу, так сказать, хранилища там бензина, керосина. Все. То, если вы, мирный житель, живете вдалеке от военной базы российской, в любом городе, вам ничего не грозит. Вот это вот нужно прям проговаривать прям каждый день, прям вот, чтобы это из разных украинских, так сказать, лучше официальных лиц звучало, вот, чтобы как бы народ там не пугался. Хотя, ну, народ, по большому счету, ничего не решает. Ну, сплотятся эти бабушки русские, которые смотрят телевизор и живут в пятиэтажках. Или не сплотятся. Вокруг кого? От этого что изменится? Тут можно и так вообще рассуждать, так сказать, грубо. И тогда вообще нам до лампочки, кто еще сказал. Вернусь еще к обращению Пескова. Он дал интервью и говорит, что почему есть неудачи на фронте, точнее, даже неудачи, а почему армия Путина все еще не достигла целей так называемой СВО. Говорит, мы же ведем не войну, а именно СВО, вот поэтому мы не бомбим инфраструктуру, мы не стираем с лица земли целые города. А это, по его словам, как раз и считается войной. При этом Песков, наверное, забыл, что российская армия уже и так стерла с лица земли Марьинку, Бахмут, Мариуполь и другие населенные пункты. Но на кого это заявление рассчитано? На внутреннюю аудиторию? Мне кажется, на одного человека, на Путина, больше ни на кого. Потому что, ну, всем в России уже, так сказать, очевидно, что украинские города разбомбили русские ракеты и русские войска. Просто большинство тех, кто поддерживает Путина, они же считают, что так и надо, что нужно, так сказать, что украинский народ плохой. Вы понимаете? То есть я вот прям эту метаморфозу наблюдал, как вот когда год назад, так сказать, в первую неделю войны, мне еще говорили, еще в России люди. Вы знаете, да, Глеб, нехорошо вторгаться, но понимаешь, мы вот всегда с детства наблюдали, что все-таки вот украинцы, они отличаются от русских. Они вот не такие характеры. Но тогда еще было слово украинцы. Прошел месяц, и иначе, как на букву Х, вообще никто не уже и дальше понеслась. А сейчас уже звучит, Сталина на них нет. Вот я вам рассказываю метаморфозы, да, что за год сделала пропаганда с мозгами, в общем, так сказать, ну, пожилых людей, но с высшим образованием, да, в общем, как бы приличных людей в России. Поэтому вот как бы от того, что сейчас вот Песков вот это говорит, это вообще вот в эту песню уже никак не ложится. Вы чувствуете, да, что, так сказать, этот корабль пропаганды унес мозги бедного русского народа так далеко, что тут то, что Песков говорит, лепетчет. Это уже вообще, типа, Песков, зачем? Кому? Они же уже там, так сказать, воюют с НАТО, с боевыми комарами. Они уже за то, чтобы сносить с лица земли все украинские города и вообще убить всех украинцев. Песков, зачем ты говоришь, что вы этого не делаете? Ай-яй-яй, Песков, ты не идешь в ногу с русским народом. Но вот, кстати, о том, что не согласны с заявлением Пескова пропагандиста, я предлагаю нам послушать, что они говорят. Пожалуй, пришло время признать, возможно, что спецоперация России на Украине закончилась в том смысле, что началась самая настоящая война, причем война третья мировая. Все те люди, которые продолжают и сейчас, на втором году, аккуратно, вот артикулируя, подчеркивать, не война, а СВО. Это не война, это специальная военная операция. Эта специальная военная операция идет в нескольких десятках километрах от Дворцовой площади, дорогие мои. Конечно же, это война. Конечно же, это война. Это война, которая идет на территории России. Сегодня идет война. Каждый должен служить Родине. Поэтому очнитесь. А те, кто понимает, что трубный зов, идите служите. Служба по контракту номер 117. А те, которые не чувствуют в себе пока сил, идите туда на передовую. Учитесь военному делу настоящим образом. Готовьтесь. Эта война дойдет до каждой семьи. Мы должны эту инфраструктуру, чтобы эти ракеты ваши не рвались. Если к вам что-то залетит, ну извините. Тут вы должны тоже понимать, война есть война. Бывает так, что на несколько метров или километров туда-сюда. Ну вот, мы услышали, да, как последний этот Калашников, если не ошибаюсь, говорит, что ну это война, если мы разбомбили, ничего страшного бывает. А все остальные пропагандисты говорят, это не СВО, это война. Это попытка мобилизировать население или что? Да-да, поступило, видите, новое указание. В методичку вписали слово война. Тут же, правда, возникает вопрос. Ребята, а сколько народу вы за год пересажали за слово война? Скольких вы, так сказать, да, скольким вы выписали административные штрафы, а кого-то арестовывали, а кого-то, по-моему, даже в тюрягу отправили. То есть это, ну, это как бы проехали. Это все, так сказать, одним можно, другим нельзя, эти двойные стандарты. Да нет, ну, русский народ привык, конечно, к тому, что в России закон, что дышло, начальник как хочет, так и рулит, издевается над народом, как хочет, как и рулит. Все это, я говорю, так сказать, этот режим не жилец. Да, наверное, я оптимист. Я, наверное, так сказать, жду, что это все режим Путина накроется медным тазом прям вот не сегодня-завтра. На самом деле, наверное, мне надо послушать мудрецов, которые говорят, ну, максимум три года ему осталось жить. В историческом измерении это, в общем, ничто. А для судьбы любого человека три года еще вот этого вот режима Путина, вот этого людоедства. И причем с каждым днем еще народ начнет все беднее там жить. Особенно вот сегодня же, да, обсуждаются санкции ЕС о том, чтобы прямо жестко прижать экспорт нефти из России, чтобы там этот нефтепровод «Дружба» перекрыть и то и все. Ох, вот это будет жесть. Если они реально ударят по нефтегазовым доходам России, это прям будет обнищание прям стремительное. И так-то в России все адски подорожало. Ну да ладно.